Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я снова хочу поиграть в World World. Вышло много обновлений, вот я сейчас начинаю играть в обновление 3 июня, просто не уверен, когда вы увидите это видео. И самое главное, тут появилась карта реального древнего мира, вот этого Средиземноморья. И я решил за Карфаген сыграть, за Карфаген на море, вот среди всех этих древних стран, там и Древний Рим будет, и Египет, и все-все-все, и привести династию Дидоны к победе. Надеюсь, что приведу к победе. В общем, для зрителей серии будут выходить каждый день по одной, а для спонсоров, по идее, они должны быть все видны во вкладке сообщества, хотя, может быть, для спонсоров я буду как раз по мере прохождения выкладывать, просто для других зрителей там будет еще прохождение по Циве, видимо, еще показываться. В общем, выбираю Карфаген, Дидону, ладно, с семьями потом разберемся, давайте продвинутое расположение. Вот здесь самое главное, что здесь есть выбор карты, сделанная заранее карта, не рандомная карта, а сделанная заранее, это Old World, вот у них с обновлением появилось, и это реально Средиземное море будет. Так, значит, 6 оппонентов только возможно, так понимаю, все остальное тут нельзя изменить. Так, все, Среднее, уровень сложности, ну, я, по-моему, как раз на сложном играл, давайте начнем на Noble играть. А тут и так довольно все сложно. Может, давайте Glorious попробуем, хоть проиграю побыстрее. Ну, то есть я в игре более-менее уже разобрался, так что можно так, сила варваров сильная, искусственный интеллект агрессивный пускай будет, продвинутый, вот это я не знаю, что означает искусственный интеллект продвинутый. Ну, тут, я так понимаю, на сделанной карте лучше ничего не включать, не выключать. И, в общем-то, давайте начинать. Итак, вы королева Дидона, основательница Карфагена, молодой нации в Древнем мире. Вообще, наверное, Old World лучше Древний мир переводить. Выберите, ну, поселенцы, понятно. Немножко истории, кстати. На самом деле, Дидону звали Элиса. И Дидона ее прозвали уже местные жители Ливии, куда она и прибыла, собственно. Она считается полулегендарной правительницей. Возможно, ее и не было. Но, в принципе, именно от нее Карфаген ведет свое основание. И приблизительно он был основан в 826-814 году до нашей эры. Так что он даже намного старше Древнего Рима. Давайте основать это, действительно, вот это историческое место. Вот тут где-то вот это Сицилия. То есть, примерно вот так идет Опенинский полуостров вот здесь. Ну, Кази довольно близко получается нарисовано. Ну и по легенде, опять же, по договору с местным царем Иорбантом, Дидона купила столько земли, сколько может покрыть воловья шкура. И в итоге взяла эту воловью шкуру, разрезала на тоненькие ремешки и опоясала гору. Тут у нас явно будет больше земли в начале. И никакого царя Иорбанта нету рядышком. Ну да ладно. Так, я просто думаю, где мне лучше поставить. Что тут захватить? Ну, мне кажется, что прям много моря надо захватить. Поэтому я бы здесь скорее поставил. Чтобы тут у нас какое-то железо явно. Так, какую мы первую семью возьмем? Ну, дидонийцев. Я даже, несмотря даже остальные, просто потому что Дидона... Смысл. Другие посмотрим еще в дальнейшем. А так, значит, каждый город семьи будет давать два цивика, одну науку. На 25% меньше стоимость постройки специалистов городских. И при основании сто науки сразу. Ну, давайте. Вот, видите, нам столько еще всяких ресурсов дало. Открытие. Вокруг. Это что такое, интересно? Это красители, кстати. Ну, уже похорошела так игра. Уже покрасившие. Несколько аж красителей. Они будут при обработке давать две культуры и 10 денег. То есть, с деньгами у нас, в принципе, проблем не будет. Но пока, мне кажется, мы их не можем обрабатывать. А нет, можем. Слушайте, я бы, наверное, тогда с них и начал. Хотя, вот тут... Ну, у нас еще не открытое пастбище. Может, давайте с рыбы сначала начнем? Кстати, у нас минус по еде пошел. Давайте, наверное, с рыбы. Винсити 20 дерева забирает. У меня дерево еще не открыто. Так, я бы, наверное, сразу апнул прачника. Против племен. Ну, не хочу. Против племен я, наверное, не знаю. Вот мне бы против варваров, но тут такого нету. Ну, вот, наверное, вот этот фирс надо брать. Против пеших. И я генерала присоединю и пойду вот этих варваров сразу бить. Так, давайте. Ну, вот, видите, вот место для города сразу есть. Классно. Скаут по морю бегает. Там еще 5 культур и 10 денег. Ну и, в принципе, все. Может, война открыть? Ну, буду ли я его строить? Наверное, пока нет. С другой стороны, буду ли я каменолом не делать? Тоже, наверное, нет. Давайте, наверное, начну с войнов. Действительно. Хороший тоже город появится. Ну, тут автоматом игра сама начинает поселенцы строить. Я думаю, что это вполне нормальный выбор. И заканчиваем ход. Ну, при этом понятно, что тут должен быть Рим где-то. Так, ну, это мы быстро так открыли, потому что у нас 100 науки сразу за основание города. Ну, трежери и амбар. Так, вообще, что у нас тут? Я бы хотел... Вот, пастбище открыть. А, ну, для пастбищ у меня просто не выпало сейчас еще. Ладно. Отмечу, что их надо открывать. А, нет, выпали. Вот, все, я пастбище открываю. Отлично. Так. Сюда генерала определяют. А, у нас только королева, кстати, в генералах. Ну, нормально. Все равно я не могу ее никуда больше определить. Не в... О, тут место для города, но и тут тоже варвары имеются. Не в... Кубернаторы. Хм. О. Что-то интересное. Не в правители каким-то, там, знаете, в консула, в посла. Вот это вот все. Так. Я бы, наверное, сразу следующим рабочего делал. Тем более у нас тут еда вот появится. Тут должен быть Рим. Тут где-то Египет. Ну, я хотя бы не знаю, какие размеры у кого. Ой. Блин. Я случайно нажал. Я даже не знаю, кого я выбрал. Ну, это я супруга выбрал. Но он хотя бы мудрый. В губернаторах плюс 50% к каменоломням будет давать. Ну, надеюсь, хороший выбор будет так. Не, ну, 10 ходов посла. И тут откроется плюс 25% науки и цивиков в столице, либо содержание юнитов. А тут свобода. Во всех городах плюс 2 науки. Давайте аристократию, наверное. Так, хорошо. А администрация к чему ведет? Администрация к форуму и к эпикам. Ну, тоже ничего такие. Вариан, аминистрация цивиков как бы не будет. Зато форумы. Ну, и камни у меня пока не будут. Ладно, давайте аристократию открывать. Так. Займемся варварами. Посмотрим, что у нас в руинках здесь. Бездомные дети. Наши исследователи нашли группу беспризорников. Голодных детей, которые прятались в руинах. Если мы их оставим, они точно мрут с голоду. Так. Какой вариант? Ну, карфаген не место для благотворительности. Получим 50 камня, но зато королева станет у нас злой. Так. Либо мы дадим им убежище. Королева станет... Ну, плюс 2 харизмы получает. Но, правда, все семьи минус 40. Либо работающего ребенка. Давайте я, наверное, вот это последнее выберу. И что это дает в карфагене? Вот этот вот проект тут появляется. Хм. Не очень понятно. Видимо, можно будет как жители использовать в специалистах. Потом. У меня только одна идея. О, место для города. Военный посол от нумидийцев. Ага. Это... Это... Маленькое племя. Так, они с нас дань требуют. Если вы достаточно... Короче, он угрожает... Ну, точнее, она. Видимо. Таност, нумидийка угрожает, что уничтожит наши фермы. Поработит наших людей и разрушит наши города. Либо платить им 7,2 еды. Не, давайте... Ну, войну я им не буду объявлять. Но я лучше вот это сделаю. Ив. И она... И у нас еще королева становится храброй. Тут она у нас и... И харизматичная, и храбрая. Все вместе. Так, там уже походили. Ну, наверное, пока они нам не будут объявлять войну. Тоже женщина, 20 лет. На кураже такая. Так, блин, у нас только одно место, в принципе, город пока ставить. Получается. То есть это я хорошо пошел мочить. О! Уже сын. Как я понимаю, после атаки врагов королева спускалась с лошади. И как-то неудачно спустилась. Повредила колено. И, в общем, стала калекой. Теперь лимит усталости минус один у нас. И, к сожалению, нету денег достаточно, чтобы это как-то использовать. Это, видимо, после битвы произошло. Не очень удачно. Блин, а тут у нумидийцев. Нормально так. Мест. Я вам хочу сказать. Так. Еда пошла в плюсик. Теперь давайте. Ну, я хочу все вот эти обработать пока. А тут, тем более, будут сейчас деньги и... И культура. Капать. Слушай, так в грузе вообще красиво выглядит, да? Ну, не знаю. Немножечко, конечно, устаревшая графика у игры, но... Вот какое-то такое очарование действительно древнего мира чувствуется. Давайте закончим. Ну, по идее, этих воров должен я замочить. Тем более, сразу у нас... Я вот думаю... Тут тоже рыба, да? А здесь... Я просто думал, где мне лучше город в первую очередь ставить. Наверное, все-таки сюда поведу. Ну, блин, так у нумидийцев. Может, зря я с ними отношения так вначале испортил. Так, тут будет уже конец карты, как я и вижу, да? Вот, пролив... Гибралтарский пролив. Туда дальше Америка. Но мы туда не поплывем, очевидно. Так, мы вот от воровых 50 железа, разграбив их территорию, получили. Все, мы там закончим. Ход. Так, рождение вашей дочери, герцогини Сафонизбы, вдохновило вас увидеть мир в новом свете. Больше, чем когда бы то ни было вы хотите проводить время вот с ребенком. Так, ну, тут что-то на губерна... Нет, давайте вот... Ну, вообще... Вообще, по-моему, у нее это и было, Грэчуус. По-моему, я это и выбрал. У нее... Плюс две харизмы. Ладно, так и оставим. Просто это для битвы. Остальные два были хороши для губернаторства, а этот для битвы. Она у меня все-таки генерал. Так, давайте вернемся в нашу территорию, будем лечиться. Через 10 ходов опять появится варвар, но я думаю, что я за это время успею основать город. Так, давайте подумаем. Ну, я бы дальше как бы от столицы ставил вот сюда. Вот, теперь хороший выбор. Какую семью брать? Я не хочу опять брать ту же самую. Это у нас военные, это культурные, это торговые. Вы знаете, мне кажется, у меня... Ну, вообще, конечно... Карфагиняне и их предки финикийцы, несомненно, были торговцами, но в моем случае у меня тут много ресурсов, которые будут и так деньги давать. Поэтому я, наверное, вот здесь поставлю военный город вообще. И начну сразу со строительства военных юнитов. Сначала прачника, потом воина. Вот так. Более того, видите, в этом городе они будут получать прокачку сразу. Вот этот... Ститфест. Ну, посмотрим, когда они появятся. Что это за прокачка им конкретно будет давать. Так, сразу куча еды. Ну, как бы у меня еда и так капает, да? Вот это слишком долго открывается, поэтому давайте откроем... Этих... Еще же полностью открыть, увидеть, что там... Это Испания, вот тут получается. Полностью откроем... Каменоломни. Вот не хватает, конечно, мне мини-иконок, как в Циве. То есть я понимаю, что вот это железо вот здесь. Руда железная. Но пока я не так хорошо карту вижу, да и вы, я думаю, не очень хорошо. Вот это тоже ресурсы. Например, вот это. Кто? Благовония. Но для того, чтобы их добывать, надо уже открыть еще технологию. Вот тут у нас мрамор, как я понимаю, да. Не беспокойтесь, что он не в границах. Дальше, во-первых, тут еще город можно будет поставить, а во-вторых, границы можно будет расширить. Вот видите, вот тут, как-то, конец карты. То есть здесь карты не такие ровные, как в той же Циве. О, Истократию открыли, но пока законы принять не можем. Мародеры. Ну, эти до нас не доберутся. Пускай там этапа корсика. Судя по всему, то Средиземное море не такое уж и большое. Это Мальта. На Мальте вон какие-то виднеются. О, можно мини-карту. Нет, пускай будет, пускай будет видна. Я думаю, она вам не сильно мешает. Нападают уже. Так, следующее. Ну, Экс-ман, конечно, хорошо, но мне кажется... Блин, может, камни, но все, три года... Ладно, давайте. Амбар и сокровищницу. Так. Видите, тут показывают, где я остановлюсь, что разные уроны я буду наносить. Я, пожалуй, наверное, ближе подойду. И обратите внимание, что по морю юниты очень быстро перемещаются, что тоже логично. Как раз дороги древнего мира, это в первую очередь были моря и реки. Давайте тут сразу следующего пусила делать. Во, первая амбиция. Так, это одна из возможностей победить. Либо убить пять вражеских юнитов, либо шесть технологий. В принципе, я и то, и то могу. Я бы, наверное, пять вражеских юнитов. Потому что я тут сейчас буду... Я уже вижу как минимум четыре, да? Блин, а тут... О! Нумидийцев? Ну, нумидийцев дофига. Так. Храм на вершине высочайшего... Холма находится. Его террасы украшены ярким, светлым металлом и керамикой. Местные легенды означают, что это место, где рай и земля встречаются. Где начинается вся жизнь. Единственный шанс вот это вот увидеть, где встречаются рай и земля, это принять кое-какие психотропные вещества, короче. Вот солдаты принесли вам чашку со странным порошком. В общем, либо принять, и мы получим 20 культуры в хадруметуме, и королева станет экзотичной, плюс 1 харизма, либо 200 денег. Давайте, наверное, да. Наш разум открыт. Пускай становится... Грэши, сканин, калека и экзотичная. Харизма плюс 6 аж у нас. Вот так вот. Только не считайте это пропагандой наркотиков. О, пустыня Сахара. Ну, туда мы, наверное... Вот жалко, что тут пройти нельзя. Как же мне придется сюда возвращаться, видимо. Так. Все, заканчиваем ход. Еще можем... Так, ну у нас денежков аж 30 капает. Нормально, нормально. Кстати, у нас сразу города на побережье связаны. Видите, то есть это считается... Как связаны, то есть как бы дорогу между ними есть, и за счет этого мы меньше тратим на содержание города. Отлично. В общем, мне это все нравится. Так. Вот, теперь можно принять один из законов. Ну, я, наверное, централизацию приму. У меня не так много юнитов, чтобы трата шла... То есть вот это дает 50% снижает содержание юнитов, а это дает 25% цивиков и науки в столице. То есть 2,5 цивика, вход будет и 3, и 2 десятых наук. Я возьму централизацию. Что, кстати, по религии? У нас есть какие-то шансы религию открыть? Для зороастризма 2 колита надо, для иудаизма 2 пастуха... Ну, это не пастухи, это рейнчеры, это специалисты в одном... в этих... в пастбищах, и принять labor force. Христиане... это один из законов. Для христианства 12 жителей надо. Ух ты. Три города в иудаизме и метафизику открыть. И для манихеизма открыть монастыцизм. И три города в зороастризме нужно быть, да, но до религии, но, конечно, далековато. Так, давайте... Мочить парня. Так, там прачники открываются. Давайте я схожу сюда, я хочу просто открыть уже по максимуму. А, даже не открывается дальше, понял. Блин, мы, конечно, можем с нумидийцами... Нам, наверное, даже и надо с нумидийцами будет воевать, в первую очередь. Там нету смысла с ними мириться, потому что вот это как раз, ну... Жизненное пространство Карфагена в реале. Там, наверное, Египет где-то далеко-далеко. Так, вот могу пастбище построить. Блин, у меня куча дерева уже потрачено на все это дело. Придется покупать, видимо. Так, вот это надо осталось открыть. Нет, не дали никакого там триумфа или еще что-нибудь. Нет, жаль. Вот этот город, надо запомнить, что он у меня как бы военный. Должен быть его как-то так специализировать на военные нужды. А это вот Карфаген у нас будет в расселении. Что, наверное, надо еще уровень давать, пока там следующий слингер появится. Вот тут я фокус, наверное, дам, потому что шанс на критический урон. Вы видели, если вы видели, точнее, мою сетевую игру. Вот этот фокус, но когда у тебя 50% крита, это очень круто. Получается так. Тут мы все в сетках обработали. Получаем. Плюс 4 культуры. Это вот с этого идет. Плюс 20 денег. И еда. Так, наверное, надо... Хотя я бы тут ферму опять. Я бы, наверное, на еду. Карфаген именно специализировал на еду. То есть, чтобы тут сетлеров делать, рабочих. Да? А почему здесь ферма? Потому что пастбища дают бонус к окружающим фермам, по-моему. Так, как бы глянуть, сколько эти пастбища дают. По-моему, 20%, если мне не изменяет память. То есть, я так вот вокруг фермы сделаю. Так, ну я тут все открыл. В эту сторону, значит, осталось сюда идти. Но там варвары. Может, пока особо не... Не ломится. Так, а у нас только... Сколько вообще у нас детей? Ну, вроде как династия... С династией все окей. Ну, а еще сын. Нормально. 30 лет, уже 3 ребенка. Все... Все зашибись. Так, а что у нас по семьям? Тоже все вроде нормально. Так, давайте думать... Ну, я бы, наверное, скорее вот этих хотел, в первую очередь. Сносить. Но! Сначала лечим. Этому даем уровень. И, надеюсь, можно будет ему генерала. Ну, как минимум, там, мужа, например, да? Слушайте, а можно... Скаутом вот это место занять? Нет, все равно появится. Да, тут только, видимо, военные. Так, что мы следующее открываем? Канцлера можно открыть на 10 ходов. Как-то долго. То есть, либо по лесу можно... Кати будет везти... Да, это будет везти к добыче леса. Так что давайте, да. По лесу откроем, чтобы потом лесопилки можно было открыть. Пока я не могу плавать через просто море. Давайте вот сюда высадимся. И, кстати, смотрите, я предпринимаю, что он плавает вот так по побережью, только в границе своих городов. То есть, это нельзя по побережью и вообще везти. Тоже очень логично. То есть, на своей территории у тебя нормально все перемещается. О, наш владенец умер. Плюс 60 к несчастью в Карфагене. Жопа. Это не очень хорошо. Ладно, так, давайте Шахту построю Потому что железо нужно для О, не хватает дерева Ну, опять же, в этой игре его можно купить Зажимаешь Alt Он показывает, что ты заплатишь 41 монету А так как у меня Нет, 41, подождите, сколько? А нет, 41, да Так как у меня его много и капает прилично каждый ход То я считаю, что это нормальное Так, смотрим Можно ли тут какие-то генианты Да, тоже женщина почему-то Тубабад Тубабад Гадраметум Из семьи этих гадраметумов Дисциплинированная, храбрая Лично Берем И эти двое следующим ходом пойдут Вот этих Мочить Так, а этот у нас отправляется Дальше исследовать территорию Да, видите, как ограничена Карта А, ну все, у меня приказ закончился Думаю, может подойти Но нет Так, греки начали Ападану И видите, мы их уже можем увидеть Тут всегда показывает, где находится чудо Вот Афины Вот Ападана Слушайте, ну так Довольно хотя Не, довольно прилично Это получается Там же еще, например Крит и Кипр Они еще дальше Афин То есть Египет должен вообще где-то Очень далеко быть На самом деле, блин Ну такая серьезная Так Прибыли торговцы Из экспедиции Великого торговца получить Либо 700 монет Просто так На что нам эти 700 монет Тратить? Не на что С другой стороны Так и великого торговца Как бы некуда особо Ну ладно Тут прикол в том Что вот эти великие люди Они В правлении Когда находятся Они еще как-то Дают Вашим наследникам Какое-то Обучение Вроде как Ну кстати Послом Он неплохим может быть Давайте собственно Его и назначим Видимо Правда Я ни с кем Не встретился Еще Видите Он больше Не будет Если я его назначу Она больше Не будет служить Королевской семье Назначаю Так Поехали Биться Ой Я думаю Я думаю Немножко Другой Хожу Ладно О Так Как мы Обозначим Что они Убили Юнита Либо 200 Экспы Получить Либо Провести Празднование Триумфа Это там Дополнительные Нет Давайте Давайте 200 опыта И Наша королева Кураж Получает Либо А Но эти Оба Для Губернаторов Мы не можем Пока губернаторов Использовать Пока гарнизон Не построим Так Что так Видите Уже Первая Амбиция Практически Завершена Тут Этих Трех Убьем И Зашибись Будет Так Первая Ферма Готова Что я Вообще Могу Построить Из Таких Бараки Могу Послушайте Может Бараки В Ходрометуме Построить А Ну У меня Приказы Закончились Так Что Ничего Не могу Построить Так Приказов Маловато Я Выполню Амбиции Буду Получать Приказы Что-то Раздухарились Ребятки Ногласен Мы Этим Убьем Ваша Сильная Рука Поразила Многих Противников И Легенда О Вашей Силе В битвах Продолжает Расти Как мы Как мы Сделаем Чтобы о наших Победах Помнили Либо Воздвигнуть Статую Плюс Де Легитимности Либо Вдохновлять Людей Да Кураж Это храбрость Дополнительная Давайте Вот это Мне больше Нравится Блин То есть Мы 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 Только Что Этот Юнит Ваншот Нули Благодаря Видимо Ну Фокусу Как раз То есть Шанс Крита Благодаря Криту В общем То Ваншот Сделали Ну Появится Тут Варвары Но Я думаю Что Мы Разберемся Я Не Успеваю Хотя Подожди Я наверное Успею Ситлер Добежать Я наверное Успею Туда Кстати Встать Город Поставить Так Мне Надо Скаут Спасти Я думаю Кого тут Пускай он Постоит И Надо Рабочим На этом Пока Все Спонсоры Канала Продолжение Могут Посмотреть Прямо Сейчас Во вкладке Сообщества Для всех Остальных Оно Должно Появиться Завтра Лечиться Можно Только На своей Территории Так что Буду Добегать Ух ты Испуганный А почему А нет Это не Испуганный Подожди А как это Переводится Да Я перепутывал Со Скаред А это Скард То есть Покрытый Шрамами То есть Еще плюс К храбрости Сейчас Зашибись О Другой Наш Генерал Страдает От Удара По голове Который Ослепил Ее Блин Она становится Слепой Не может Быть Генералом Вот Вот Блин Так Либо Вдохновить Но мне Не нужно Сейчас Так Приказов Много Давайте Ее Сделаем Великим Солдатом То есть Она Будет Здесь Обучать Всех Но мы Не можем Ее Сейчас Генералом Поставить И Без Нее Будем Добивать Наших Врагов Так Эти Пускай Неда Пока Вылечится Скоро Воин Еще Срещу Да Жалко У меня Генералов Нету Нехватка Генералов Начинается Так Мне Интересно Да И Даже Сюда Вот Дайте Сюда Прям Ставить Отлично Ну И Теперь Пожалуй Этих Артистов На Один Год Меньше Строится Улучшения Городские Да Ну В общем Я без Вот этих Без Хананидов Обойдусь У меня Будет Три Семьи Таких Сразу Рабочего Нам Дали И Я В первую Очередь Вот здесь Сети Построю Ваш Муж Демонстрирует Предрасположенность К Публичным Выступлением Мы Можем Заплатить И Нанять Ему Ну Я бы Заплатил И Нанял Это Кати Мы Можем Сейчас Денюжки На чем-нибудь Зарошнут Подороже Железо Стоит Мы Скоро Будем Добывать Железо А блин С другой Страны Железо Для Воинов Только Сколько Воинов Железо Требуется 50 Ну 10 Железо Блин Что-то 2 и 1 10 Железо Можно продать Вот так Просто Мне не хватает Буквально Чуть Чуть Денег Чтобы Нанять Ему Репетитора Харизму Поднимем Нормально Дополнительный Цивик Капать Будет Так Что Еще Следующее О Бесплатный Посел Дадим Отлично Давайте Мы как раз Этих Выбьем И тут Город Сможем Поставить Блин Или тут Лучше Ну Вот этот Город Точно Надо На Каменолом Не Делать Вот тут В пустыне Стоит Строить Кучу Каменолом И Он Нормально Будет Развиваться Так Рабочего С чего Мы здесь Начнем Может На культуру Этот Город Раз Этот У нас Этих Артистов Семьи Давайте Дополнительная Дополнительная Плюс Одна Культура Вход Будет Ну и Здесь Еще Плюс Дерево Добывать Потому что Лагерь Дает Бонус Кстати Открыт У меня Лагерь Никаких Никаких Больше Нет Этим Подходим Сюда Сначала Этим Стреляем Этим Атакуем То есть Уже Анимации Бой Кое Какие Блин Не хватается Ну ладно В общем Будем Убьем У нас Как раз Тут Пусел Нарисовался Блин Слушайте Надо как-то Скаут У меня Не хватает Давайте Еще Одного Война Видите Уже Плюс 14 Аж Пошла Пошло Железо Нам Надо Воинов Потому что Я планирую С Нумидийцами Нумидийцами Все Пытаюсь Назвать Нумидийцами Все Как-то Нехорошо По мне Относятся А у нас Дипломат У нас Посол Хороший Хорошо А что Она Может Сделать Мир Заключить Не Хочу Нет Не Хочу Давайте Народ Дороги Открывать Нам Надо Будет Дороги Прокладывать Несмотря То Что Города У нас Связаны Или Канцлера Блин Открыть Колесницы Тут Ну Колесницы Буду Надо ли мне их Строить Там Такой Там Такая Местность Мягко Говоря Нет Давайте Лейбл Форс Тем более Что это Может Привести К Иудаизму Два Рейнчера Надо Сделать А Рейнчеры У нас Как раз Вот Тут Один Да Может Быть Кстати Давайте Его Действительно Блин Ну Семь Ходов У нас Тут Больше Капает Именно Еды Поэтому И рабочих Тут Хотел Делать Ладно Подумаю Пока Несколько Как это сказать Классных Металлов Ну Красивых Металл Драгоценных Металлов Были Найдены В В Новой Шахте Около Карфагена Либо 380 Как мы Воспользуемся Этим Ну Я бы Наверное Деньги Взял Теперь Потому Что Все Таки Воспользуемся Культурой Еще Не Скоро Мы Сможем Так Это Наш Наследник Давайте Наверное Его Наверное В мудрости Тренировать У меня Не будет Уже Не будет Блин Опять Я не Убрал Скаут У меня Надо Следующим Ходом Как-то Попытаться Его Спасти Все Таки Он У меня Не будет Генералом Думаю Что мы Уже Сможем Губернаторами Сажать О Бодаштарт Игнорирует Обучение Так Либо Заставить Его Дисциплинировать Либо Ну Последовать Его Переключить Его На Коммерческого Студента Либо Заплатить Кучу Бабок Чтобы Он Встал Давайте Заплатим Все Таки Не Будем Потакать Так Амбиции Выполнены Добавились У нас 20 Нет 10 Легитимности За счет Выполненных Амбиций Так Я хочу Спасти Скаута Давайте И Можно Спокойно Уже Подводить Я бы Сюда Поставил Город Опять же Подальше Просто От тех Городов Которые Уже Стоят Только Поселенцев Можно Спокойно Водить Без Защиты Потому Что У них У самих Есть Сила Видите 3 3 То То есть Их Не Так Просто Убить Изначально Так Второй Ребенок Эту Давайте Давайте В риторике Это будет Цивики Капать Она будет Губернатора В каком-нибудь Другом Городе Уровень Отлично Ставим Город Ну Наверное Основной Дидонианской Династии Смотрим Как это повлияет На других И немножко Снизусь На десяточку Просветленный Королева Дидона Просветленная Это Это Кстати Наверное За счет Того Что мы Техи Открыли Открыли Да Много Тех Открыли Это мы Сейчас Получили Науку Поставив Тут Город Честно Стоит ли Пытаться Иудаизм Открыть Или Нет Откличемся Да Переходим Я не смогу Сейчас поставить Ферму Потому что Мне не хватает Приказов Для этого Следующая Амбиция Контролировать Шесть Шахт Шесть Архивов Или Принять Эпик Эпик Это Один Из Законов Кстати Вполне Возможно Видите Это разные Семьи Разные Хотят О Какая-то Ошибочка Но игра Не вылетела Это так Не найден Какой-нибудь Рисуночек Ну Шесть Шахт Вряд ли Я Быстро Буду Делать А вот Открыть Эпиков Кстати Могу Принять Либо Свободу Либо Блин Тут Конечно Дополнительные Приказы С другой Стороны Так Где-то Тут Недалеко Были Вот Эпик Давайте Наверное Я Приму Эпики В них Пойду И я Вполне Могу При жизни Эту Амбицию Выполнить Блин Это Конечно Морское Очень Хотелось Бы Открыть Но Я Наверное Топорщиков Пока Открою Потому Что Блин А тут Тут Еще И Порт Это Район Который Вы можете Строить На На Воде В чем Дело Я Топорщиков Возьму Это Апгрейд В них Мечников Возможен И Очень Неплохо Для Войны С 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 Так Что Тут Начать Мне Конечно Еще Ладно Давайте Начнем С Рабочих Хотя Тут Не Так Много Еды И Буду Тут Каменолом Не Строить Приказов Маловато Так Так Эти Все Еще Стоят Ну Давайте Я Один Приказ Потрачу Чтобы А Я Им Атаковал Потрачу Чтобы Ну Тут Не так Много Кстати Хитпоинтов Ладно Тогда Давайте Этого Поведу Бараки Тут Строить Или Дорогу Начать Строить Слушайте Между Карфа У меня Аж Надо Юниты Будут Слушайте Но они По воде Нормально Бегают Блин Столько Всего Хочется Ладно Давайте Наверное Тогда На красителе Пойду Сюда И На этом Пожалуй Первую Серию Завершу Расселился Я уже Неплохо Мне Нравится В планах Наверное Я вот С этим Лагерем Расправлюсь Поставлю Здесь Город То есть Он уже Чтобы Был Таким Знаете Как Аванпостом Действительно Этих Я уже Не буду Трогать И Пойду Ну 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 Медийцев Мочить То есть Следующие Вот у нас Места для Городов Тут 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 Ну Ну Медийцев Надо Вынести Они к нам Не друзья Мне кажется Тут Спасибо Что смотрите Как вам Вот такой форматик Я понимаю Что игра еще В раннем доступе Но мне очень нравится Мне играть И нравится Показывать Тем более Вот на такой Карте Средиземного моря Действительно На этом все Играйте в умные игры Напоминаю Что спонсоры Все серии Могут посмотреть Прямо сейчас Во вкладке Сообщества Для всех остальных Продолжение Выйдет завтра Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть Другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо